Главная задача, вне всякого сомнения, это подготовка к возможным ситуациям волнений, социальному взрыву, потому что Калининград это такой серьезный звонок. И важно даже не количество людей, которые сейчас выходят на митинги, скажем, в Иркутске, в Самаре, в Архангельске сейчас планируют люди выходить, а в том, что власть четко зафиксировала. Социально-экономические требования так плавно перетекли в политические. И люди довольно ясно понимают, что они должны на таких митингах требовать. И это, конечно, для власти главная угроза и главная проблема. Появление довольно внезапное для властей политических требований, причем жестких политических требований, связанных именно с отставкой Путина, мне кажется, было крайне неприятным сюрпризом. Дело в том, что эти митинги, если взять и Иркутск, и Калининград, в принципе, и Самару, они не были жестко политизированными с самого начала. Это не чисто оппозиционные митинги, собираются как бы активисты разных организаций, к которым власть привыкла. Даже могут собираться люди либеральных взглядов, национопатриотических, левых. Там ясно, что лозунги будут политизированными с самого начала. А вот чисто экономические митинги, такие протесты, они до недавнего времени ограничивались заявлениями, если были политические заявления, то в адрес губернатора. Окончало все челобитно и Путину, Медведеву, президенту, премьеру. Дай денег. Вот, естественно. То есть, на самом деле, между Пикалевой и Калининградом есть огромная разница. И власть это очень быстро почувствовала. Вообще она реагирует на изменения в общественном сознании. Это миф такой, что ничего не меняется. Вот я выйду на улицу, ничего не изменится. Изменится. Когда тысяч человек, ОМОН может зверствовать. Когда десять тысяч, он курит в автобусе. Гарри Кимович, вот действительно на этих митингах появились лозунги «Долой Путина». Ведь раньше этих лозунгов не было. И социология ведь не подтверждает того, что какие-то, ну, я не знаю, там, большие проценты людей хотят отставки, скажем, премьера Путина. Откуда что берется? Ну, люди хотят перемен сейчас. Потому что вот модель, которая сложилась в нулевые годы, она доказала уже большому числу российских граждан свою неэффективность. И совершенно очевидно, что человек, который чувствует, что его социально-экономические права ущемляются, он начинает как бы разбираться с этой проблемой. И в итоге понимает, что беспредел чиновников связан с их бесконтрольностью. А бесконтрольность связана с тем, что в стране фактически установлена монополия на власть. А далее он должен для себя определить, кто является главным субъектом проблемы. И поэтому, когда мы читаем комментарии про кремлевских пропагандистов, что, дескать, есть специальные инструкции не трогать Медведева, выпячивать Путина на этих митингах или в интернете. Так люди, на самом деле, все же понимают сами. Человек же не идиот. Он в данном случае понимает прекрасно, что от блогера Медведева ничего не зависит. Хозяин Путин. И вот этот культ, который создавался, он начинает сейчас путинский, он начинает на самом деле работать против власти. Потому что ровно на Путина начинает все это сходиться.